добрый вечер уважаемые друзья добрый вечер коллеги партнеры хорошо ли вы меня слышите видите виден ли вам заглавный слайд сегодняшней презентации если все в порядке дайте мне пожалуйста знать в нашем чате виде плюсиков вот если у вас есть какие-то проблемы да то есть плохо слышно видно предлагаю вам перезагрузиться в комнату либо зайти скажем так при помощи другого браузера пройти по ссылке снова зайти в комнату я вас приветствую на вебинаре который называется инвестиционный транспорт skyway и возможности для инвесторов вот я предположу что вы могли прийти к нам на вебинар зайдя на наш сайт в раздел события как мы рекомендуем делать нашим партнерам там есть информация о том что сегодня проходит вебинар презентации компании skyway capital возможно вы увидели рекламу в интернете впервые присутствие на нашем вебинаре да и пройдя по ссылке зашли нашу вебинарную комнату а возможно вас пригласил кто-то из наших партнеров и инвесторов тоже скажем так является сотрудничать компании skyway capital вот сразу хочу сказать да что данный вебинар он рассчитан на людей которые интересуются таким скажем такой сферой деятельности как инвестиции и хотелось бы сформировать источник пассивного дохода да те люди которые как минимум имеют или интересовали его возможности создания собственного бизнеса те люди которые имели отношения либо имеют сейчас такой индустрии как млм и будет очень интересный наш проект да далее тем людям которые не безразличны состоянии экологии окружающей среды те кто занимает активную жизненную позицию имеет свое мнение да свою точку зрения те кто хотят быть причастными глобальным изменениям на планете вот тем кто стремится к финансовой независимости и формирование лучшего будущего для своих детей внуков для своих потомков вот так же общей чертой наших партнеров за долгие годы скажем так взаимодействия с людьми в проекте skyway вот мы определили одну общую черту для всех нас то что каждый из нас считает что будущее нашей планеты и будущее нашей жизни зависит собственно от каждого из нас то есть все в наших руках для того чтобы поменять что-то в лучшую сторону если нас что-то не устраивает если скажем так то что я сказал перечислил да те качества которые присущи людям или черты характера которые пришли нашу комнату да вы можете поставить плюсики в нашем чате если хотя бы два совпадения есть из всего того что я сказал вот таким вот образом для тех кто поставил плюсики сразу хочу сказать что ближайшие 40 минут эта информация непосредственно для вас вот здесь будет ценная информация для кого-то она может быть действительно поначалу казаться фантастической и скажем так какой-то необычный но эта информация прорывная и информация о том что существует уже здесь и сейчас хотелось бы еще для нашего вебинара для понимания географии до для охвата территории которые у нас сегодня вещание есть а мы вещаем сразу несколько социальных сетей было бы здорово если бы написали название своих городов населенных пунктов и стран из которых вы присутствие на нашем сегодняшнем вебинаре вот ну и в принципе наверное есть смысл представиться да то есть фамилия моя водро зовут меня максим я являюсь сотрудником группы компании skyway на протяжении уже более четырех лет знакомлю людей с информацией о развитии нашего проекта делюсь информации с удовольствием люблю отвечать на вопросы кстати сразу хочу сказать что у нас будет отдельный блок непосредственно для вопросов еще на этом сделал акцент вот и данная презентация у нас проходит каждый понедельник и в принципе тем из вас то первый раз появился нашим вебинаре дальнейшем будет планировать взаимодействие вместе с нами рекомендую на данное мероприятие на понедельник на 17 часов приглашать людей которые бы вы могли познакомить с развитием нашего проекта итак друзья что вас ждет ближайшие ну наверно порядка сорока минут на так мы скажем да мы с вами остановимся на нескольких скажем так темах и одна из них первая наверно да то есть мы рассмотрим ситуацию с фокусируемся на том что у нас происходит транспортный отрасль далее мы поговорим о инновационной технологии струнного транспорта который разработал анатолий дарович юницкий и осознанной компании skyway далее следующий блок информации будет о результатах деятельности компании skyway с 2014 года конечно же очень важный вопрос потому что у нас и название вебинара да то есть инвестиционные возможности это возможность инвестирования в компанию которая сегодня предоставляется абсолютно любому человеку неважно какой стране вы проживаете сколько вам лет какое у вас образование ну и для тех людей кто дослушает нас до конца кто впервые скажем присутствует на вебинаре мы сделаем в конце очень интересные инвестиционные предложения поэтому я вам рекомендую быть на нашем вебинаре до самого конца услышать ответы на вопросы которые возможно у вас будут да по ходу что хотел бы еще сказать ближайшие эти 40 минут прошу вас максимально сконцентрироваться не отвлекаться выйти из социальных сетей если вы там них находитесь убрать сторону мобильный телефон животных маленьких детей комнаты чтобы они вас не отвлекали да то есть информация которая буду давать она не будет повторяться вот дальше если у вас какие-то вопросы возникнут вы сможете их задать специальном блоке который будет у нас на протяжении сегодняшнего вебинара это будет ближе к концу и что хотелось бы еще отметить да то что постараюсь сделать так чтобы максимальное количество вопросов у вас отпала по ходу нашего сегодняшнего вебинара и так друзья давайте сразу перейдем наверное к делу да то есть что мы имеем сегодня с вами в транспортной отрасли какая ситуация сколько денег времени энергии вы затратили на то чтобы сегодня перемещаться из точки а в точку б вот а что было вчера кстати действительно так задать вопрос сегодняшний ситуации вчерашний там неделю назад я думаю все происходило примерно одинаково мы действительно очень много времени затрачены энергии да добираясь из точки а в точку б вот а наша жизнь на сегодняшний день что это слышали выражение движение это жизнь да жизнь это борьба но не всегда кстати это борьба иногда это удовольствие так вот такие факторы как мобильность скорость безопасность комфорт экологичность да это действительно тренды к по которым сегодня развивается скажем так все что связано с человеческой жизнью и вот если мы с вами рассмотрим два таких важных аспекта нашей жизни это транспорт например до информационной отрасли то если мы вспомним буквально лет 200 назад скорость перемещения информации по планете и скорость перемещения в транспорте людей и грузов они были одинаковы потому что все это перемещалось при помощи там бужевого транспорта начиная от осликов верблюдов до каравана заканчивая скажем так ну вот экипажами которые перемещались там почтового экипажа тоже 19 то может быть 18 вот сегодня мы имеем очень важный фактор такой как скоростной интернет да то есть мобильные приложения короче сильно облегчает наш с вами жизни мы не выходя из дома можем сделать огромное количество операций ради которых раньше нужно было выходить из дома стоять в очередях и так далее так далее так далее мы сегодня мгновенно узнаем новости на разную тему из любой точки земного шара практически моментально на по-прежнему проводим огромное количество времени в пробках вот в очередях да это происходит на станциях метро железнодорожных вокзалах когда мы садимся в электричке это происходит в аэропортах когда мы регистрируемся и так далее так далее вот мало того современный транспорт до сих пор нельзя назвать абсолютно безопасным дай на нем высокой степени аварийность что мы каждый день в принципе видим новостях то есть будем откровенны что все достижения сегодняшней цивилизации скажем так они далеко шагнули вперед в разных сферах человеческой жизни а транспортной отрасли она примерно зависла на том же уровне на котором была ну они стали допустим транспортные средства стали более может быть экономичными чуть более скоростными комфортными так далее но в принципе все осталось то же самое да хотелось бы быстрее двигаться с большим комфортом вот то есть сфера транспорта она топчется на месте и что хотелось бы еще отметить да на чем сделать акцент то что благодаря вот тем четырем транспортным системам которые мы сегодня с вами используем ежедневной жизни это автомобильный железнодорожный традиционный воздушный транспорт да у нас возникает огромное количество проблем но в первую очередь это так такая проблема как экологию то есть реально страдает экология вот реально скажем так сильно загрязнена атмосфера теми выбросами которые скажем отрабатывают и выбрасывает атмосферу огромное количество двигателей внутреннего сгорания да на автомобильном транспорте это железнодорожный транспорт это скажем так водный транспорт я думаю многие из вас видели реку, либо, скажем так, водоемы после того, как проплыл какой-то пароход, да, или там теплоход сейчас это называется. То есть, как правило, струйки не переработанного топлива, они остаются на поверхности, что, скажем так, очень сильно влияет на экологию. Далее, действительно, у нас по-прежнему нет комфорта, мы огромное количество времени теряем, перемещаясь в транспортной сфере, в транспортной, точнее, инфраструктуре, да. Более миллиона человек, мы говорили о безопасности, да, ежегодно гибнут на автомобильных дорогах в разных точках земного шара, и в десятки раз большее количество людей получают травмы, которые, скажем так, значительно ухудшают качество их жизни, кто-то становится инвалидами на всю жизнь и так далее, да. Постоянно растет стоимость перевозки грузов, пассажиров, это мы наблюдаем ежегодно, и, скажем так, перевозчики, которые сегодня существуют, они все время заявляют о том, что работают в убыток, и все время хотят повысить цену на перевозку грузов и людей. Извините, у меня горло немножко побаливает, я периодически просто буду промаклить его жидкостью. Итак, друзья, вот, помимо, скажем так, такого фактора, как растущая цена топлива, да, вот, есть еще куча факторов, которые влияют на увеличение стоимости провоза багажа, либо перевозки пассажиров. И вот такой вопрос хотел задать, как вы думаете, решает ли кто-то сейчас вот эти проблемы, о которых мы с вами говорили? Вы слышали, что была разработана четкая система или концепция по решению вот этих вопросов, да, которые возникают у нас каждый день? Вот, и если, скажем так, ничего не менять, да, то, наверное, закономерен вопрос, а что нас ждет через 10-15 лет? Вот, если мы ничего сегодня не изменим, да, мы привыкли к этой ситуации, мы каждый день, скажем так, в ней живем, атмосферное, скажем, состояние экологии ухудшается постепенно, да, то есть это не происходит мгновенно, вот, и постепенно, постепенно мы можем прийти к тому, что через 10-15 лет станем просто заложниками тех технологий, которые использует сегодня человечество. Будь то транспортные технологии, либо промышленные технологии, да, которые все больше загрязняют окружающую среду. Еще очень важный вопрос, который бы хотелось задать, готовы ли вы дальше терять время, деньги, здоровье, или все-таки настало время перемен? Вот, как вы считаете, вы можете, скажем так, если настало время перемен, поставьте пятерочки в наших чатах. И мы считаем, специалисты группы компании Skyway, кто работает в компании, что сейчас настало то самое время, когда миру необходима новая транспортная технология, которая будет являться и экологически чистой, и скоростной, и комфортной, и экономически выгодной, финансово рентабельной. Вот, ну, вы можете спросить, тоже возьмется за разработку данная система, да, нужны же целые, скажем так, научные исследования, институты, огромное количество конструкторов, инженеров, специалистов технического ряда, вот, и каждому из нас скажется, что на эту ситуацию мы повлиять с вами никак не можем. Если вы считаете, что вы маленький человек, и повлиять на это не может, то я могу вам сказать, что вы ошибаетесь, потому что мы сегодня будем говорить именно о таком проекте, в котором, благодаря таким людям, как вы, да, будут запускаться технологии, запущены уже технологии, которые в ближайшее время не изменят ситуацию в мире в лучшую сторону. Об этом мы с вами тоже сегодня будем говорить. Итак, мы будем говорить о транспорте второго уровня, который, скажем так, с существованием открывает новую страницу истории пассажирских, грузовых и скоростных перевозок, потому что мы будем говорить о транспорте SkyWay, он затрагивает все сегменты транспортного рынка, это грузовой SkyWay, это городской SkyWay, это высокоскоростной SkyWay. Для того, чтобы двигать процесс вперед, да, нужно, в принципе, действительно представлять сначала образ будущего, то есть конечную цель, вот, и мы сейчас, позвольте нам представить, да, как будет выглядеть тот самый транспорт будущего, идеальный транспорт будущего. То есть мы поделим сейчас концепцию Анатолия Дарвича Юницкого, кто изобрел струнный транспорт, да, эта концепция может быть вписана в ваше жизненное пространство, неважно, будь то большой город, небольшой населенный пункт, либо это здоровый мегаполис. Это концепция линейных городов, в которых транспорт будет расположен над землей, вот так, как сейчас вы видите на слайде. А городское пространство, как и раньше предполагалось, будет отдано людям, то есть сейчас действительно как развиваются крупные города. Они развиваются в той концепции, что, скажем так, транспорту становится все теснее и теснее, вот, он вытесняет с улиц, скажем так, людей, дороги становятся, скажем так, все шире, количество транспорта увеличивается, скажем так, воздух чище не становится, то есть людям негде жить, как на поверхности планеты, да. Иногда, к сожалению, сбивают, скажем так, автомобили в тех местах, где, по идее, автомобиль появиться не должен. Но, тем не менее, к нашему несчастью, есть люди, которые ездят и по тротуарам, и так далее, и так далее. Итак, что из себя представляет линейный город? Линейный город – это город пластерного типа, который построен для удобства людей, и в нем гармонично сочетаются места проживания, отдыха, места для работы. А транспортное сообщение, которое в этом городе будет существовать, да, оно гармонично вписано в инфраструктуру города таким образом, чтобы люди могли добраться из точки А в точку Б и быстро, и комфортно, и за минимальную плату. И при этом транспорт не будет наносить вреда окружающей среде. То есть, фактически, человеческому здоровью не будет наноситься никакой вред. Вот именно об этом транспорте мы с вами сегодня и будем говорить. Основа линейного города – это струнный транспорт SkyWay. Он имеет целый ряд преимуществ по отношению к тем транспортным технологиям, которые мы используем на сегодняшний день. Ну и первое из них, наверное, самое значительное – это то, что снижение затрат на строительство дорог и дальнейшую эксплуатацию, скажем так, намного меньше затрачивается денег, денежных средств на строительство и эксплуатацию, чем все транспортные системы, которые мы сегодня имеем. Об этом мы с вами еще будем говорить, сравнительные характеристики целого вида транспорта вместе с транспортом SkyWay. То есть, фактически, будет изменена полностью концепция перевозки грузов и перевозки пассажиров. Благодаря этому, этой технологии, да, в линейном городе будет высвобождаться огромное количество ресурсов, которые могут применяться, скажем так, в других сферах человеческой жизни, для улучшения других сфер человеческой жизни. Это денежно-финансовые ресурсы, материально-производственные, человеческие ресурсы, в конце концов. Сократится количество вредных выбросов атмосферы, это мы осматриваем экологическую составляющую струнного транспорта. То есть, будет происходить восстановление экологии. Практически полностью будут остранены из нашей жизни такие явления, которые называются пробками. И фактически прекратятся такие явления, как аварии. Потому что данный вид транспорта, он не пересекается с другими транспортными системами, и он не пересекается с пассажирскими потоками. Это тоже очень важно. Кому-то это может показаться слишком идеальным, но, в принципе, вот это недалекое будущее, неосуществимое, оно, в принципе, есть, уже существует сейчас. Давайте начнем с небольшого предложения нашей компании, группы компаний SkyWay. То есть, что же из себя будет представлять недалеком будущем городской транспорт SkyWay? Вот если говорить о городском транспорте, то есть, это сеть станций, путевых структур, которые будут возводиться в городах. И это первый шаг к тому, чтобы разгрузить тот плотный трафик, который мы имеем в мегаполисах, в крупных городах, повысить уровень комфортности, благодаря этому транспорту можно, мобильности, да, потому что мы сможем перемещаться со скоростью до 150 км в час в черте города. То есть, сейчас данному транспорту, который есть у нас, автобус, Стролива, Страмвай, метро, это просто недостижимо. Вот. Далее, провозная способность одной трассы, на транспортном плече, как называют у нас специалисты, будет составлять более 20 тысяч пассажиров в час, а речь вообще сейчас идет о 50 тысяч пассажиров в час. Это, в принципе, соизмеримо с линией метро в одном направлении. Далее, строительство данной трассы в 20-30 раз дешевле, чем строительство подземного метро. И что очень важно, так как практически для данной технологии, которая поднята на второй уровень, требуется минимальный заремнотвод, данная путевая структура легко встраивается уже в инфраструктуру существующих городов. То есть, тут как бы так, можно развернуться где, невзирая на то, что какие улицы там у нас находятся посреди тех городов, в которых мы с вами живем. Дальше, есть отличное решение для высокоскоростного скайпы, у которого скорость уже составляет 500 и более километров в час. Вот. Высота опор данной путевой структуры может составлять там от 6 до 10, иногда более метров над землей, да. Длина пролета между ланкерными опорами, которые несут на себе основную нагрузку, скажем так, путевой структуры, километры более. Дальше, стоимость строительства такого, скажем так, километра такой трассы составляет порядка 2-3 миллионов долларов за километр, что значительно дешевле в сравнении с автомобильным транспортом, железнодорожным, не говоря уже, скажем так, о технологии Маглев, да, о поездах на воздушной подушке, на магнитной подушке и о высокоскоростных железнодорожных магистралях. И вот пример, если привести, вы знаете, у нас существует, скажем так, целый ряд городов, между которыми перемещается достаточно большое количество людей, это и культурные центры, это, скажем так, столицы государств, например, Москва-Питер, Москва-Казань, Москва-Минск, да, то есть если мы при использовании при построенных трассах Skyway в Казани примем решение доехать до Москвы, это у нас может занять порядка всего 2,5 часов, да, на сегодняшний день такой недоступен даже самолет. То есть мы просто в городском транспорте перемещаемся до пересадочной станции высокоскоростного Skyway, садимся и в течение полутора, там, максимум двух часов мы добираемся до центра Москвы. Вот, то же самое можно сказать, что в последующем будут перевозиться и грузы, потому что одно из основных направлений деятельности компании Skyway это грузовое направление, да, и речь там у нас идет сейчас о контейнерных перевозках, о перевозках сыпучих грузов, жидкостей и так далее, так далее, так далее, штучных грузов. Что можно сказать? То, что Skyway намного надежнее, менее затратен, да, чем те традиционные транспортные системы, которые мы с вами используем в повседневной жизни. И на что хотелось бы обратить внимание, это заключение, которое сделал в свое время Институт проблем транспорта Российской Академии Наук. И сейчас мы по четырем показателям просто рассмотрим преимущества технологий Skyway по сравнению с теми технологиями, которые мы используем ежедневно. Вот если мы рассмотрим по себестоимости строительства, да, и возьмем, скажем так, за 100% за единицу транспорт Skyway, то железнодорожный транспорт как минимум в два раза дороже строй, автомобильные дороги с инфраструктурой в четыре раза, и монорельс, тот вид транспорта, который существует в Москве еще в нескольких городах мира, который можно назвать, скажем так, туристическим транспортом, да, то есть он перемещается с невысокой скоростью, затрачивая огромное количество энергии. То есть 12 раз дороже построить монорельс, чем трассу по технологии Skyway использовать. Далее, следующий показатель, эксплуатационные затраты, то есть то, что, скажем, происходит после того, как трасса была построена. Опять же, в сравнении с железными дорогами в два раза эффективнее и дешевле это Skyway, с автомобильными в 12 раз дешевле, да, то есть использование трасс Skyway, после того, как они построены по сравнению с автомобильным транспортом, и в 18 раз дешевле того же самого монорельса. Как я вам сказал, это заключение Института проблем транспорта Российской академии наук. Далее, транспортная безопасность, ключевой показатель, действительно, скажем так, мы можем практически к нулю свести аварийность на дорогах. ЖД-транспорт в два раза более опасен, чем Skyway, в 10 раз Skyway безопаснее, чем автомобильный транспорт. Ну и монорельс, он достаточно близок, скажем, по своей безопасности к технологии Skyway, потому что, во-первых, и, опять же, тоже второго уровня, тоже нет пересечения, невысокой скорости и так далее, и так далее. То есть он близок по показателям аварийности к нашей технологии. И следующая экологичность, да, то есть экологическая чистота технологий. По сравнению с железными дорогами где-то в три раза мы превосходим. Также в 10 раз по, скажем так, состоянию загрязнения окружающей ряды мы чище, чем автомобильный транспорт. Ну и монорельс примерно в два раза. Это вот то, что дано в заключении, скажем так, института, специалистами Института проблемы транспорта Российской Академии Наук. Все это легко найти на сайте Анатолия Дорожевича Юницкого в разделе, скажем так, документы. Юницкий.ком называется сайт, он называет его сайт инженера Юницкого. Там огромное количество информации, в том числе документы, экспертизы, которые делают огромное количество структур, находящихся, ну в первую очередь, на территории Российской Федерации и целого ряда других стран, которые давали свои оценки технологии и давали, скажем так, информацию о том, почему она перспективнее, почему она, скажем так, эффективнее и так далее, и так далее. Итак, что же из себя представляет технология SkyWay, если в двух словах? Это путевая структура инновационная, это подвижной состав и это инфраструктура транспортно-энергетически-информационная. То есть все эти элементы, они формируют так называемую транспортную сеть, которая может опоясать города, страны в будущем, недалеком будущем. И все это можно назвать, скажем так, технологией Транснет. Мы уже давно шагаем с роликом под названием Транснет в нашей с вами жизни. Фактически этот ролик мы начали показывать с первой презентации технологии. Он очень наглядно показывает, что из себя представляет технология SkyWay, да, то есть как устроен струнный рельс и так далее. Далее сейчас я хотел бы вам показать, особенно новичкам это будет полезно, что из себя представляет технология под названием Транснет. И после этого мы с вами продолжим движение по нашему сегодняшнему вебинару. Транспортные пути – живительные артерии современного мира. Кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться. Представьте себе быструю и экологически чистую транспортную систему, для строительства которой потребуется в десятки раз меньше материала, земли, средств, чем для классических дорог. В мире нет аналогов этой системы, хотя все ее элементы известны и используются сегодня. Традиционные транспортные системы не оптимальны и не отвечают требованиям времени. К идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа. Основа Транснета – жестко струнного рельса, по своей сути – мостовой ванты. Струна, зашита в балку жесткости, становится легкой, но необычайно прочной путевой структурой. Транснет – изобретение Юницкого, признанное в научном мире и проверенное годами испытаний за патентованной технологией. Это коммуникационная система из трех составляющих. Специальная путевая структура, установленная на опорах. Подвижной состав на стальных колесах. Инфраструктура – транспортная, энергетическая и информационная. Расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии, а также для обеспечения высокого уровня безопасности. Транснет – очень простая и универсальная система. Спектр ее применения практически не ограничен. Технологии Транснет эффективны в самых разных отраслях экономики. При разработке месторождей, при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах Севера России. Транснет – это еще и высокоскоростной и комфортный, городской и междугородний пассажирский транспорт. Итак, друзья, вы видели ролик под названием Транснет, и я вам сейчас хочу сказать следующее, то что та технология, про которую мы с вами говорили, то есть она может показаться, что это фантастично, что это какая-то мифическая информация и так далее, но я вам хочу сказать, что данная технология существует. И сейчас вы на слайде видите четыре транспортных средства, которые, скажем так, прошли обкатку, сертифицированы. Три из них, кстати, вот как раз-таки имеющие отношение к пассажирскому транспорту, Unibike, Univus и Unicar, 18-местные, да, они уже прошли сертификацию. То есть все это сегодня двигается, все это сегодня реально существует. Что хотелось бы еще сказать, друзья, то что все научно-исследовательские, проектные, производственные, строительные работы сегодня проходят в своем собственном центре SkyWay, недалеко от города Марина Горка, в республике Беларусь, в Пуховическом районе, в Минской области, да, в экотехнопарке. Сегодня это называется так, когда-то мы называли просто тестовый участок, либо полигон, да. Там идет формирование производственной базы, тестового, сертификационного, демонстрационного центра, где испытывается вся технология SkyWay, перед тем, как быть проданной заказчиком в разных уголках земного шага. Строительство экотехнопарка непосредственно началось в июле 2015 года. В июне была получена земля, 36 гектар. Эта земля на долгие годы вперед закреплена, скажем так, в долгосрочную арену за предприятием струнной технологии. И в июле прошли первые взыскательские работы, пробы грунта, да, и началось строительство экотехнопарка. И сегодня там существуют 4 путевые структуры, да, которые уже, скажем так, прошли обкатку, образцы станции есть, и другая инфраструктура, которая необходима для того, чтобы проводить тестовые испытания. Далее, помимо всего прочего, да, мы развиваем технологию и планируем строить дороги на территории всего земного шага. Плодами, кстати, работы проектно-конструкторской компании SkyWay, которая у нас расположена в Республике Беларусь, являются вот те сертификаты и патенты, которые были получены, скажем так, от сертификационных органов целого ряда стран. Всего пока 77 патентов, но в дальнейшем, я думаю, это количество будет увеличиваться. Это такие страны, как Соединенные Штаты Америки, Канада, Япония, Китай, Австралия, Евросоюз, да, это, скажем так, целый ряд стран СНГ, это такие страны еще, как Россия, Украина и, собственно, Республика Беларусь. И данная работа ведется для чего? Чтобы защитить интеллектуальную собственность, да, и чтобы, скажем так, не возникало никаких проблем при выходе на мировой рынок с технологией, которую мы сертифицировали. Что еще хотелось сказать, что вот мир транспорта, он не просто существует как бы сам по себе, в мире транспорта существует целый ряд крупных международных форумов и выставок, где крупные игроки транспортного рынка представляют свои новинки, свои разработки, свои ноу-хау. С 2014 года компания Skyway посетила 17 крупных отраслевых выставок, где, скажем так, демонстрировала то, чего достигла на тот момент, и, в принципе, это такие выставки, как инотранс-2016, с которых все началось, да, по сути-то дело, движение по международным транспортным форумам. Далее, это транспорт России 2016-2017, белорусская транспортная неделя 2016-2017, это Railway Tech Indonesia 2017-2018, Smart City India 2017 год, это Future City Show Dubai 2018 году, скажем так, и еще целый ряд крупных выставок, на которые работали наши специалисты. И, как показывает практика, наши стенды вызывают огромный интерес, живой интерес, да, у представителей потенциальных заказчиков с разной территории земного шара. Ну, вот на сегодня наибольший интерес технологий проявляют страны азиатского и тихоокеанского регионов, вот, и там на сегодняшний день как раз-таки эти страны развиваются, используют новые инновационные технологии в разных сферах и в транспорте в том числе. На выставках, которые проходят в разных уголках земного шара, работает команда профессионалов. Вот, те люди, которые на одном языке общаются как с представителями экспертами транспортной отрасли, да, так и с потенциальными заказчиками, которые заинтересованы в реализации крупных инфраструктурных транспортных проектов под ключи. Вот, эти, скажем так, представители могут быть как представителями властей, так и представителями крупного бизнеса. Благодаря деятельности команды, которая работает на крупных международных форумах транспортных и так далее, да, сегодня потенциально существует заказов на строительство дорог в разных уголках земного шара на сумму, превышающую 160 миллиардов долларов США. Речь идет о заинтересованности пока, на неконкретных, как бы, контрактах, в которых проставлены сроки выполнения работы и прописаны конкретные суммы. Но, помимо всего прочего, помимо того, что у нас есть выставки, да, на чем хотелось бы заострить еще внимание, то, что помимо той команды, которая работает, как бы, на передовой, которую все видят, есть еще те люди, которые работают в тылу. То есть команда, которая успешно выполняет задачи на производстве конструкции куберов, цехах по выпуску, скажем так, и подвижного состава, элементов путевой структуры, и та команда, которая способствует реализации технологий и сопутствует, скажем так, всему тому, что было проделано за это время. У команды, работающей в КБ на производственных площадях, кстати, стоит отметить, что, когда мы начинали двигаться, не было ничего. Сегодня мы владеем целым рядом производственных площадей, есть свое собственное офисное здание в промышленном районе города Минск, недалеко от метро-тракторный завод. Четырехэтажное здание, которое под КБ встроенных технологиях. Достижение команды, которая работает в тылу, как я сказал, на производстве, да, это разработка целого ряда двигателей, мотор, колесо, различной мощности для различных видов подвижного состава. Это автоматизированная система управления и безопасности движения. Используются новейшие материалы для создания как путевой структуры, так и подвижного состава. Используются самое новейшее оборудование и современные станки с программным управлением, некоторые в единичном экземпляре находятся на предприятии струнной технологии, и подобных станков в Беларуси больше нет нигде. Ну и в принципе в процессе реализации технологий идет постоянное усовершенствование, да, рождаются какие-то новые идеи, новые разработки, которые, скажем, тут же находят свое применение и в транспортных средствах, и в путевой структуре. То есть скорость, с которой сегодня развивается проект, она по своим меркам, ну, просто невероятна. Да, не только, скажем так, для высокотехнологичного, но и, в принципе, инфраструктурного стартапа. Сама идея строительства дорог Skyway зародилась у Анатолия Дарыча Ницкого действительно более 40 лет назад, это был 1977 год. Стратегия компании на сегодня рассчитана на многие годы вперед и позволяет, скажем так, развиваться достаточно быстро в выбранном направлении. Многим людям импонирует мышление и дальновидность самого гениального конструктора Анатолия Дарыча Ницкого, да, это импонирует и государственным управленцам, чиновникам и, скажем так, людям мира бизнеса, коммерческим заказчикам. Ну, вы видите фотографию даже духовной лидеры, да, потому что в момент пребывания на выставке Smart City 2017, которая проходила в Индии, была отдельная встреча с Далай-Ламой, это, вы знаете, один из духовных лидеров планеты. И огромное количество людей посещает их территорию непосредственно экотехнопарка, то есть там, где происходят все работы, поезжают на территорию КБ, то есть проходит каждый день огромная работа, переговоры с представителями большого количества стран и регионов. Вот, и что важно отметить, да, что деятельность компании в последнее время все чаще появляется в средствах массовой информации. Вот это то, о чем мы когда-то, скажем так, мечтали. Извините, еще, например, в 2015 году, скажем так, мы очень радовались тому, что о нас написали в каком-нибудь небольшой районной газете. Вот, если в начале проекта, скажем так, раз в два месяца о нас где-то говорили, мы прыгали до потолка, сейчас, в принципе, не проходит недели, чтобы в целом ряде средств массовой информации не появилось что-либо о технологии Skyway. Это и печатные журналы, это газеты, это печатные СМИ, да, это газеты, журналы, вот, это телевизионные каналы различного уровня, федеральные, скажем так, региональные телевизионные каналы, это и новостная информация на этих каналах, это радиостанции. Ну, в принципе, до сих пор попадаются разные репортажи, да, и в некоторых из них еще, в принципе, встречается сомнение и скептицизм, а скептицизм, вы знаете, он достаточно присущ человеческому. По большому счету для инновационной технологии это нормально. Я думаю, многие изобретатели сталкивались с такой ситуацией. В принципе, можно сомневаться, да, можно, скажем так, что-то отрицать, но, наверное, глупо отрицать то, что уже ездит и перевозит людей, ну, это странно. Если мы раньше действительно тратили огромное количество времени на то, чтобы объяснить кому-то, чтобы доказать какие-то документы, там, формулы, аргументировать каким-то образом, да, сегодня просто мы говорим, приезжайте в Экотехнопарк и посмотрите своим глазами то, чего мы достигли за это время. Вот, на пути, скажем так, к становлению компании было много различных случаев прозрения, но один из них, чем он, скажем так, уникален, представитель кафедры мостов и сооружений Московского института инженеров транспорта посетил территорию Экотехнопарка, пообщался с инженерами, конструкторами, лично Анатолием Даровичем Ленинским, потому что перед этим МИИД дал заключение такое, что довольно скептическое об использовании технологии, но после своего визита этот специалист сказал, что да, все, скажем так, сомнения были разрешены, ну и, в принципе, у этого есть итог, да, выставка «Транспорт России-2017», да, то есть подписано соглашение о взаимодействии, о сотрудничестве в декабре 2017 года с Московским институтом инженеров транспорта и компанией зала струнной технологии, которая является нашей инжиниринговой компанией, находящейся в Республике Беларусь. Конечно, еще был очень важный ключевой момент, на котором нельзя не заострить внимание, это 16-й год, это февраль месяц, 11-е число, заседание экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации, где было дано заключение, что технология Анатолия Даровича Юницкого является инновационной. То есть год от года SkyWay становится все более узнаваемой в кругу экспертов, вот мира транспорта, да, которые подтверждают инновационность данной технологии. Компания расширяет свое производство, реализует запланированные цели, то есть которые были поставлены в начале развития проекта, да, строят эко-технопарк, выпускают, обкатывают новые транспортные средства. Ну, в принципе, возникает, наверное, естественный такой вопрос, да, благодаря чему все это стало возможно, вот как это все произошло, глядя, конечно, на успехи сегодняшней, многие люди могут сказать, что у проекта было всегда все гладко и все хорошо, да, то есть есть своя транспортная площадка и так далее, но смею вам заметить, что в 2014 году, когда мы начинали двигаться по этой схеме, не было ничего. То есть с самого начала проект был объявлен как венчурный, да, в этом проекте есть свои риски, в принципе, без которых невозможно реализация ни одной инновационной идеи. И вот для того, чтобы реализовать технологию, нужно было привлекать инвестиции, нужны денежные средства. И вот кто был готов тогда разделить эти риски, да, на протяжении 37 лет до 2014 года Юницкий лично общался с представителями крупного бизнеса, посещал различные чиновичьи кабинеты, администрации разного уровня, да, в принципе, все практически было результатом. Никто не был готов вкладывать сразу крупные деньги в рискованный проект. И вот найти поверившего инвестора было крайне сложно. И, скажем так, найти человека, который готов инвестировать деньги в эту технологию, то есть, ну, практически не сложилось у Анатолия Дарвича Юницкого. И вот появилась концепция в 2014 году так называемого народного инвестирования, да, и Юницкий понял, в принципе, не только Юницкий, но и его соратники, что кому нужен транспорт, о котором идет речь. Экологически чистый, безопасный, высокоскоростной, намного более доступный по цене. Обычному народу, да, так почему же народу не стать инвестором развития этого проекта? Да, была разработана концепция привлечения средств на основе, на базе, на платформе микрофинансирования. То есть, люди могли инвестировать свои денежные средства, и взамен на их инвестиции Юницкий предложил получать доли от компании, которая, реализовав в дальнейшем технологию SkyWay, станет получать прибыль из строительства дорог в разных уголках земного шара. И вот частично 20% от этой прибыли компания будет делиться с теми людьми, которые подбираются и поддержали развитие технологии вот сейчас на начальном этапе. С принятием решения финансировать технологию посредством краудинвестинга, именно так называется данная модель, проект получил новую жизнь. То есть, был дан старт, благодаря этому, строительству Экотехнопарка. Вот вы видите первые кадры, когда еще, скажем так, даже анкерной опоры не было. Это испытание модели 1 к 10 на территории Экотехнопарка. И с тех пор начали происходить те самые преобразования, о которых мы уже с вами говорили, которые привели к стремительному росту компании Skyway. Что еще хотелось бы отметить, что во своем росте компании отчитываются перед своими инвесторами, да, и в принципе в том числе как раз таки отчет, как правило, происходит перед большой группой людей на территории Экотехнопарка во время экофестиваля. Вот. И благодаря именно народным инвестициям, да, и модели краудинвестики начала реализовываться сама идея Анатолия Дарачевницкого. Благодарный за это автор сделал всех, кто инвестировал в свои денежные средства, собственником технологии, ее совладельцем. Вот. Благодаря тому, что был выбран этот путь, краудинвестики, как я вам сказал, да, все работы, которые сегодня происходят на территории Экотехнопарка, стали возможными. А какие-то работы, какие работы сегодня происходят на нашем производстве и на территории Экотехнопарка? Это и строительство, да, это проектирование, работа, связанная с проектированием, это производство как путевой структуры, так и подвижного состава, да, это испытательные работы, сертификационные работы, которые тоже, скажем так, денежно затратны. Ну и, конечно же, организация вот этих выставок и мероприятий. И все это происходит запланированно, все это происходит в уровне, все это происходит, скажем так, на привлекаемые денежные средства. В 2014 году компания сформировала бизнес-план 15-этапного развития, по мере реализации которого она сформируется полностью как проектно-производственный центр технологии SkyWay. И в принципе после этого будет готова в полном объеме реализовывать адресные проекты струнных технологий на территории всего земного шара. И мы сегодня двигаемся в соответствии с этим 15-этапным планом. Было принято решение организовать инвестиционные фонды, которые стали частью структуры группы компании SkyWay. Их задача отвечать за популяризацию информации о развитии проекта, за информационно-техническую поддержку инвесторов. Ну и конечно за привлечение инвестиций, финансирование строительства экотехнопарка, что является сегодня ключевой идеей. SkyWay Capital, презентация которого сейчас проходит, это один из таких фондов. Вот эти 15 этапов, которые вы видите на слайде сейчас, это, скажем так, ориентир для инвесторов, которые понимают в каком направлении развивается сегодня проект SkyWay. И всем юнистские команды SkyWay дают не просто, скажем так, возможность стать совладельцами этой технологии, а все-таки, если мы посмотрим немножко шире, у нас есть огромное количество людей, которые хотели бы, скажем так, иметь отношение к глобальному проекту, который может изменить жизнь людей. То есть фактически юнистские дают возможность каждому из нас присоединиться к истории, да, то есть быть причастным к тому, что происходит изменение на планете. Многие инвесторы, они эту сопричастность к проекту очень чувствуют, они рады тому, что происходит в развитии проекта. Вот, и компания SkyWay всячески пытается поддерживать своих инвесторов, своих партнеров. И сейчас вы видите на слайде, да, как один человек тянется рукой к звездному небу SkyWay, как мы называем. То есть это потолок музея в анкерной опоре, да, в первой, которая была построена территория экотехнопарка. Например, на потолке музея написаны фамилии и имена тех людей, которые стали совладельцами технологий в период с 2014 по апрель 2017 года. Вот, то есть, по сути дела, реально люди сегодня, скажем так, называют проект, разработанный юницким, народным проектом 21 века. Итак, друзья, вы сегодня коснулись, скажем так, того, о чем мы с вами говорили, то есть идеи, возможно, кто-то может считать до сих пор, что это футурология, да, то, что это, скажем так, невероятно и перспективно. Но, тем не менее, эта информация, скажем так, мы постарались дать ее просто. Вот, данная технология меняет и дает людям, меняет, скажем так, веру и понимание людей в то, что в будущем может быть лучше, чем то, что мы имеем на сегодняшний день. Вот, ну и что хотелось бы еще отметить, да. Вот, просто представьте себе сейчас, что вам предлагают идею стать совладельцем технологий транспортной, которая в недалеком будущем охватит 50% всего мирового транспортного рынка. Вот такая возможность у вас сейчас предоставляется. А емкость транспортного рынка на сегодня 4,8 триллионов долларов США. Потенциальный успех этой технологии, да, он может сделать вашу жизнь финансово обеспеченным и подобным, скажем так, крупным транспортным проектам, таким как железные дороги, автомобильный транспорт, да, авиационный транспорт. Приносить дивиденды, пользу вам, вашим детям, вашим внукам еще на многие-многие поколения вперед. Вот, не меньше, не больше, мы говорим именно об этом. Да, это случится еще не завтра, но в недалеком будущем. Ну и в принципе, чтобы проиллюстрировать, к чему может привести, скажем так, использование данной технологии, мы можем с вами окунуться в историю, да, и посмотреть на примеры, где сработала форма инновационных технологий и инвестиций. Да, то есть то, что в нашей с вами жизни когда-то было, и многие из вас, скажем так, об этом, по крайней мере, слышали. Мы знаем, что будущее всегда строится людьми, которые перед собой ставят высокие цели, да, именно теми людьми, у которых есть видение, у которых есть упорство, решимость на преодоление любых препятствий при стремлении, скажем так, к реализации этой идеи. Но вот саму идею ухватить, сформировать еще не, это полбеды, да, точнее, это полдела. Вот, вся сложная работа начинается, конечно, на этапе реализации, когда необходимо, скажем так, иметь, обладать определенными ресурсами, силами, времени, там, средствами и так далее, и так далее. Где их взять, да? Любые новые технологии, да, любые технологии, которые сегодня существуют, либо существовали, например, 5, 10, там, 20 лет назад, они заменяются новыми технологиями. Действительно, вот сейчас компьютер, при помощи которого я с вами общаюсь, пройдет какое-то время, он безнадежно устареет, и будет, каждый день появляются все более совершенные компьютеры и так далее. Сегодня время летит очень быстро, и технологии развиваются очень быстро. Мы все с вами знаем историю Стива Джобса, ну, или Билла Гейтса, например, да, те, которые когда-то предлагали развивать индустрию, связанную с персональными компьютерами. Над ними смеялись многие, но нашлись те, кто вложили денежные средства, да, и те, кто, скажем так, распознали перспективу вложения денежных средств, компаний Apple и Microsoft, сегодня получают с каждой точки земного шара, с каждого проданного устройства Apple, там, либо Microsoft, либо программ каких-то, да, чуть-чуть, но с каждого, с каждой продажи этой компании. В начале 19 века никто не мог подумать о том, чтобы перевозить пассажиров по железной дороге, вот. Ну, а те, которые, скажем так, решились, да, невзирая на то, что многие считали бредом, они построили железные дороги, вокзалы, вот, реализовали вот эту сумасшедшую идею, как многим казалось, и сегодня их потомки, да, получают доход от того, что их дедами и прадедами было создано многие годы назад. История господина Бенса, да, то есть человек, который разработал двигатель внутреннего сгорания, но на момент, скажем так, создания двигателя был банкротом. Хорошо, что нашлись люди, которые проинвестировали развитие бизнеса, скажем так, создания двигателя в дальнейшем автомобиле, и сегодня по территории земного шара бегают очень крутые автомобильщики с под названием Mercedes. Были ли бы они, если бы, скажем так, этого не случилось, это вопрос. Далее, братья Райт, да, это те люди, которых мы знаем, что они разработали, скажем так, параплан, который смогли поднять воздух, то есть, скажем так, механизм тяжелее воздуха, он смог подняться и пролететь какое-то количество метров. Но эти люди, скажем так, не смогли мерциализировать свою технологию, да, и, по сути дела, умерли в нищете. А авиационный транспорт, по сути, развивал совершенно другой человек. По фамилии Boeing, я думаю, многие из вас слышали, да, такую фамилию. И сегодня огромное количество, скажем так, денег и большую часть рынка авиационного принадлежит этой компании. Мы же сегодня создаем бизнес, который действительно по своим масштабам превосходит и Boeing, и Ford, который придумал, да, конвейер по выпуску автомобилей, и Стефан Санов вместе взятых, это тот человек, который, по сути дела, один из первых начал разрабатывать железные дороги. Сегодня, в эпоху интернета, да, и, скажем так, новых финансовых инструментов, стать участником нашего инновационного проекта может фактически любой человек. Все, что необходимо для этого сделать, это представлено на платформе компании Skyway Capital, инвестиционного фонда группы компании Skyway. И первый шаг, который может сделать любой из вас, зарегистрироваться на сайте, чтобы получить доступ ко всей необходимой информации и всем инструментам инвестора, которые есть на нашей платформе. Важно отметить, что ключевым сегодня выгоднообразующим параметром является дисконт. Это отличие текущей стоимости долей от номинальной. Когда начинал, стартовал наш проект, за номинал была взята одна доля равна одному доллару США. И с большим-большим дисконтом на первых этапах люди приобретали пакеты долей компании. Тогда минимальный дисконт составлял 250 раз, максимальный более полутора тысяч раз на втором этапе развития. Мы сегодня находимся на 12. По мере продвижения компаний, согласно плану 15-этапного развития, рисков становится меньше. Технологии все ближе к реализации. Соответственно, дисконт на каждом последующем этапе снижается. Но даже сейчас он остается очень выгодным. И вы можете приумножить свои денежные средства с коэффициентом от 1.17 до 1.80. У нас инновационность проекта не только в технологии, которую разработал Анатолий Дарчуницкий, но и во всей модели финансирования, которая позволяет компании расти и развиваться. У нас есть уникальная возможность у каждого из вас стать инвестором в наш проект. Всего с суммы 15 долларов США. Найдите мне какой-либо бизнес, где вы инвестируете 15 долларов, а в дальнейшем по мере собственного развития можешь стать крупным владельцем пакета долей и в дальнейшем получать очень серьезный доход. Вот выбранная модель привлечения инвестиций на базе краудинвестинга на сегодняшний день полностью себя оправдала. И в ближайшем будущем, я думаю, появится компания, которая также как компания Skyway будет использовать эту модель для внедрения своих каких-то инноваций, своих собственных технологий. Вы видите сейчас, у нас как бы существует внутри личного кабинета целый ряд инвестиционных пакетов для людей с любыми финансовыми возможностями, как я говорил, 15 долларов и выше, вы можете приобретать пакеты, и разных инвестиционных стратегий. Еще у компании есть своя маркетинговая стратегия, которая направлена на поощрение наиболее активных наших партнеров в виде различных бонусных акций, в виде различных, скажем так, призов и так далее. Как раз вот о такой концепции, это, по сути дела, то, на чем я заострял внимание вначале, я вам хочу сейчас рассказать. Начиная с 12 этапа развития, это весна этого года, в компании начала действовать акция. Любой человек, который в течение 7 дней зарегистрировался в компании, конечно же, прошел верификацию и приобрел любой из пакетов долей, ему, помимо тех долей, которые он себе приобрел, сверху еще начисляется на премиальный счет 10% сверху. То есть, купили вы себе 100 тысяч долей, например, вам еще 10 тысяч долей дарится в подарок на премиальный счет. И вот сейчас тех людей, которые, скажем, прослушали информацию, увидели, что есть что-то интересное, мы просто приглашаем в команду единомышленников и инвесторов компании Skyway Capital и, в принципе, предлагаем воспользоваться этой бонусной акцией. По сути дела, это для новичков в первую очередь, для тех людей, которые уже, скажем так, являются партнерами нашего проекта. Данная акция, по сути дела, уже недоступна, но данная акция, скажем так, те люди, которые инвестировали в наш проект достаточно давно, они пользовались другими акциями, которые были на тот момент. Как мы говорим, у компании есть своя маркетинговая политика. Помимо того, что вы приобретаете доли компании, да, и у вас появляется возможность стать совладельцем технологий в будущем, получать серьезный доход в виде дивидендов от тех долей, которые вы владеете, еще есть одна уникальная возможность и классный инструмент увеличения дохода уже здесь и сейчас, это партнерская программа компании Skyway Capital. То есть вы можете создавать источник дохода уже сегодня. Мало того, вы можете развивать международный бизнес в разных странах земного шара, так как мы используем интернет. И одно из самых важных достоинств нашей партнерской программы, то, что она очень простая и в ней очень просто разобраться. Все необходимые инструменты для развития бизнеса по партнерской программе у нас есть внутричного кабинета партнера компании Skyway Capital. Важно отметить, что уже сегодня партнерская программа позволяет огромному количеству людей выйти на высокий уровень дохода, не дожидаясь, как я вам говорил, начала строительства дорог, введения, скажем так, адресных проектов в эксплуатацию. Теперь, наверное, мы с вами ответим на вопросы, которые у вас, возможно, появились в процессе нашего сегодняшнего вебинара. Итак, друзья, если таковые вопросы есть, сейчас мы посмотрим. Так, 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 так. Одну секундочку. Что мы имеем? Не очень хорошо виден просто чат вебинара. Вот кто-то задал вопрос, да, слушал внимательно, невнимательно. 50% мирового транспортного рынка, это сколько в денежном эквиваленте? Я вам сказал, что емкость транспортного рынка 4,8 триллиона долларов США. Соответственно, половина его, да, то, к чему мы стремимся, это 2,4 триллиона. Очень хорошая сумма. Когда это будет, видимо, про реализацию транспорта, наверное, вопрос, да? То есть, когда это будет. Ну, вы знаете, транспорт ездит уже сегодня, как я говорил, да? Были сертифицированы целый ряд транспортных средств. Вот, это такие, как юнибайк. Это, кстати, идея транспорта, создания юнибайка, она возникла уже в процессе развития нашего проекта. И когда он запускался, никто не думал о легкой трассе, о юнибайке. То есть, тот вид транспорта, который очень здорово подходит, но в первую очередь, наверное, для туристического транспорта, да? То есть, можно покрывать большие расстояния на хорошей скорости, хороший обзор, поднятый быть над землей, при этом не нанося вреда окружающей среде. Это могут быть какие-то национальные парки и так далее, и так далее. Кстати, на «Инотрансе-2016» целый ряд туристических компаний подходили и интересовались данным видом транспорта. Наш проект станет настолько быстрой реальностью в мире, что скептики даже понять не успеют, как окажутся в числе простых пассажиров, в отличие от нас. Ну, никого не хочу обидеть, действительно, мир устроен таким образом, что огромное количество людей, просто, скажем так, когда им говорят о какой-то идее, не замечают ее, а потом просто задают вопрос, а что случилось, да? И вот, чтобы не задавать этот вопрос, вот, вы можете стать участником нашего проекта. И вот я знаю, что у нас сегодня очень обширная аудитория в эфире, да? То есть, есть люди из Мексики, Италии, Франции, Казахстана, России, Словакии. Хочу передать им всем привет, спасибо, что вы присутствуете в нашем вебинаре. Вот, задают вопрос, есть ли информация про блокчейн. Как нам было сказано на прошлой неделе, мы общаемся с представителями из города Минска, да? То, что блокчейном будет заниматься непосредственно структура, которая будет находиться в городе Минске, вместе с тесным, тесно будут сотрудничать с представителями арабской стороны, потому что Объединенные Арабские Эмираты, кстати, одна из тех стран, где блокчейн развивается, наверное, быстрее всех. Ну, и что хотелось бы отметить, не случайно, да? То есть, заговорили о блокчейне, потому что Беларусь, президент Беларуси объявил, скажем так, эту страну, тоже как открытую для блокчейн технологии, для криптовалют, поэтому, наверное, было принято решение заниматься в этом направлении и, скажем так, оцифровывать технологию в дальнейшем, скажем так, выпускать свою криптовалюту, потому что у нас сегодня наше головное предприятие находится на территории Республики Беларусь. Итак, друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Давайте мы, наверное, еще пройдемся по нашему вебинару чуть-чуть, да? Действительно, очень часто люди нам задают вопрос, да, а каковы гарантии того, что это все случится и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в принципе, первой гарантией реализации проекта является Анатолий Дарович Юницкий. Это тот человек, который дал надежду преобразованию мира, нашей с вами жизни, да, он является главным инвестором проекта, кстати, ему принадлежит вся интеллектуальная собственность, да, вот компания, которую он передал интеллектуальную собственность, называется она GTI, и он делится с каждым из вас, частью своей собственности вы становитесь собственниками технологии. Технология была оценена когда-то в сумму в свыше 400 миллиардов долларов США. Он прошел полный путь советского инженера, конструктора, человек-технаря, да, то есть изобретателя, и посвятил всю свою жизнь реализацию той идеи, которую мы сегодня двигаем на международный рынок. Что еще хотелось бы отметить? Три высших образования Анатолия Даровича Юницкого, более 150 изобретений, у него порядка там 20 монографий, более 200 научных работ, огромный пласт информации, я говорил, есть на сайте www.юницкий.ком. Далее, что еще хотелось бы сказать, да, мы имеем эко-технопарк недалеко от города Марина Горка, совсем рядом, да, в Минской области, в Пуховичском районе. То есть идут испытания, запускаются новые транспортные средства, да, то есть обкатываются новые какие-то элементы в путевой структуре. Все это есть сегодня, все это можете вы увидеть своими глазами, если приедете на территорию эко-технопарка. На сегодняшний день в нашем проекте более 300 тысяч людей, инвесторов и партнеров, да, которые поверили в идею Юницкого, начиная там еще с 2014 года, вот, всего это более 200 стран. И вот на территории эко-технопарка, на эко-фестивале, который был совсем недавно, было несколько тысяч человек, которые не просто могли увидеть то, что происходит там, я ролик уже не буду сегодня ставить, да, а сами смогли, скажем так, проехать транспортные средства в средствах Skyway по территории эко-технопарка, и были этим очень довольны. Очень высокий уровень научной и проектной разработки, проработки струнных технологий подтверждается теми патентами, документами, свидетельствами, которые получило предприятие струнных технологий. На сегодняшний день компания имеет разрешительные документы на проведение всех видов работ, от, скажем так, разработки технической документации до конечного строительства. В 17-м году стала членом ТПП Республики Беларусь и членом Союза строительной Республики Беларусь. Эту информацию вы можете найти в новостном разделе на нашем сайте, в личном кабинете, там все это есть. Вот такие же, скажем так, свидетельства, которые вы можете найти, посмотреть и прочитать. Ну и что еще хотелось сказать, что приверженность Skyway долгосрочному стратегическому развитию подтверждает еще и то, что с нами сотрудничают, скажем так, компании, известные на территории всего земного шара, в своем сегменте, скажем так, развития промышленного производства либо там программного обеспечения. Например, вот такая компания, как САП, она является производителем металлопроката, да, либо французская компания под названием DASO System, программным обеспечением которых мы сегодня используем. И благодаря, кстати, 3D Experience, да, или индустрии 4.0, у нас появился вот этот вот трехсекционный, 18-местный юникар, который, кстати, будет представлен скоро на территории выставки под названием Innotrans 2018, и помимо высокоскоростного Skyway, чего мы сильно ждем, да, который будет разгоняться со скоростью 500 км в час, будет представлен 18-местный юникар. Что еще хотелось бы сказать? На сегодняшний день на территории нашего производственных площадей, да, скажем так, конструкторского бюро, трудится более 600 инженеров, конструкторов, проектировщиков, то есть технических специалистов, а есть еще помимо этого, да, и специалисты в сфере финансов и так далее. Вот, компания смотрит будущее, закладывает основу высокотехнологичного производства, индустрии 4.0, о которой я сказал, да, для качественной реализации адресных проектов, которые будут использовать в своей основе технологию под названием Skyway. Итак, друзья, что хотелось бы вам еще сказать? Очень важный момент, да, то, что 15 этапов, мы об этом с вами поговорили. То есть технология на сегодня реализована, скажем так, точнее, строительство Экотехнопарка где-то на 73%. Близо к завершению 12 этапа развития, останется 3. 13, 14 и 15. Это значит, что совладельцам долей Skyway вот эта возможность не будет безграничной, да, и не будет всегда. Вот это очень здорово осознают люди, которые являются инвесторами нашего проекта, они активно, скажем так, продолжают докупать себе доли компании, они активно дают информацию своему окружению, они развивают свою партнерскую программу, понимая, что такая возможность дается действительно раз в 100 лет. Да, вы, наверное, слышали такое выражение, то есть есть разные сферы человеческой деятельности, где вот вы хватили за какую-то идею, и эта идея полностью изменила жизнь людей, и это бывает действительно раз в 100 лет. Так вот, тот момент, да, к которому мы идем, компания в самое ближайшее время уже будет приступать к разработке ближайших и первых адресных проектов по реально заключенным контрактам. И в компанию начнет поступать первая прибыль от этих контрактов. Соответственно, с первой прибыли начнется начисление дивидендов. Несмотря на то, что мы уже на 12 этапе из 15, да, вот тот дисконт, о котором мы говорили, на сегодня все равно очень выгоден. Вы можете приумножить свои денежные средства от 17 до 80 раз. То есть назовите мне какой-нибудь вид бизнеса, в который вы можете вложить деньги, да, как правило, любой бизнес подразумевает огромные вложения. И ваши денежные средства приумножились бы там в 17, или в 20, или в 80 раз. И очень важно понять, что став инвестором сегодня, да, вы делаете серьезный вклад в свое будущее, автоматически обеспечивая участие свое, да, во всех адресных проектах, где будет использоваться технология. Вот, и, соответственно, будете получать доход долгие-долгие годы вперед, потому что Ницкий говорит, что данная технология будет приносить своим владельцам прибыль не менее 100 лет. И очень важный следующий момент, да. Вот представьте себе, 70-й год, конец, к вам кто-то обращается из друзей, знакомых, либо вы читаете рекламу какую-то, вам предложено вложить немножко денег в технологию компании Apple, либо Microsoft, да. И если бы вы это сделали в 70-х годах, то сегодня вы получали бы маленькую-маленькую крупинку с каждого проданного устройства, как я уже говорил, да, с каждой проданной программы этих компаний. То есть вы бы были сегодня финансово обеспеченным человеком, мы вообще не думали о том, что вас ждет завтра. Потому что вы бы занимались любимым делом каждый день. Да, вы бы не работали за деньги, вы бы, скажем так, делали бы что-то не ради денег. И представьте, мне вот такую возможность в 70-х годах никто не предложил. Ну, тогда в нашей стране вообще таких возможностей не было, как слоу-бизнес, да, то есть никто это не использовал. Сегодня такая возможность есть у вас, поэтому подумайте, но недолго. И сделайте шаг, который будет, в принципе, правильный в любом случае, да, чтобы вы не, какое бы вы решение не приняли. Вы видите сейчас на слайде адрес нашего офиса в Москве. То есть из него я сейчас провожу сегодняшний вебинар. Да, компания Skyway Capital рада сотрудничеству с любым потенциальным и будущим реальным инвестором, да. Мы оказываем информационную, техническую, если надо, юридическую поддержку инвесторов в формате 24 на 7. У нас есть служба технической поддержки, которая работает 24 часа в сутки. У нас есть отдел информационной поддержки, которая работает в Москве с 10 до 7 вечера каждый день. Где квалифицированные специалисты дают информацию практически на любой возникший вопрос. Делятся о том, что из себя представляют технологии, как, скажем так, зарегистрироваться, какие действия сделать, чтобы удобно при использовании тех платежных систем, которые удобны вам стать совладельцем технологии Skyway. Вот таким вот образом, да, то есть это мы, мы рады сотрудничеству. И поэтому я вам предлагаю следующее. Взвесьте ту информацию, которая сейчас прозвучала. Если появились какие-то вопросы, то у нас на сайте в личном кабинете есть обращение, там как в техподдержку, так и вы можете позвонить. Мы с удовольствием вам дадим более полную информацию. А еще проще, что вам нужно сделать, я вам просто рекомендую. Регистрируйтесь по ссылкам, которые вам могут дать партнеры, пригласившие вас на сегодняшний вебинар. Далее заходите внутрь личного кабинета, находите всю необходимую информацию, чтобы понять, что из себя представляет наш проект. Если понадобится помощь, мы вам поможем. У меня же на этом все. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня с нами на данном вебинаре. Рад общению с вами. Всем здоровья, любви и денег. Судя по всему, в Москву пришла осень, потому что солнце у нас не стало и так далее. Но я желаю всем, чтобы солнце было у вас в душе, чтобы оно вас грело, чтобы оно, скажем так, двигало вас вперед, и чтобы вы своим солнцем внутренним согревали всех тех, кто есть вокруг. Здоровья вам, любви и денег. До новых встреч в наших вебинарах. Я же на этом заканчиваю сегодняшний вебинар. До свидания.